Сегодня, 7 октября, проходит третий день с Российской школы семинара Стивком ПФО 2017. В программе были экскурсии по городским достопримечательностям, лекции и интерактивная игра. Давайте посмотрим, как это было. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня аудитория, в принципе, сама по себе была очень официальная. Сначала ребята держали себя скованно даже, но затем, опять же, лед растаял. И когда мы заговорили о материальной помощи как мере социальной поддержки, то, опять же, я полагаю, что мои знания оказались полезны. И, вернувшись к себе в образовательную организацию, ребята обязательно посмотрят, а как у них обстоят дела и по социальной стипендии, и по материальной помощи. И сделают все так, чтобы для своих студентов, в каждой своей, в своем ВУЗе, систему социальной поддержки обучающихся сделать максимально прозрачной и удобной для наших студентов. Что вы можете сказать по поводу Уфимского государственного нефтяного технического университета? Очень гостеприимный ВУЗ. Я могу сказать, что сегодня уже даже пообщались с ректором. Очень довольно-таки простой. Но хотя очень интеллигентный и грамотный, умеет себе расположить именно и студентов. Современный, видно, что руководитель. Что вы можете сказать про ТИП-компак ООО-2017? Есть небольшие нововведения, которые необходимо было узнать. И мы их узнали, нам их показали, и теперь будем ими пользоваться. И в очередной раз подтвердили свои знания. И то, что не знали, наоборот, закрыли. Я думаю, что это очень хорошая школа образования. И туда приехали студенты из 14 регионов Кировского федерального округа. Здесь они получат новые знания, кто-то укрепит то, что уже знает. Они подружатся, объединятся и видят наш красивый город Кировского федерального округа. А вам понравилась экскурсия по нашему городу? Да, город очень с поднятой историей. Очень красивые у нас парки. Парк Победы очень красивый. Мне понравился. И церкви, мечети. То есть архитектура на высшем уровне. А еще и город чистый. Это очень плюс. Ян, что больше всего тебе запомнилось в ТИП-коме ПФО-2017? Мне, во-первых, очень запомнились лекции, которые проводили эксперты. Они были интересные. Были много таких моментов, которые, может быть, я не знал. Может, как-то проскакивалось в книжках, было не так написано. Они объясняли, можно было задать вопрос сразу ему. Это все остановилось на общее обозрение. Было очень интересно. Арина, почему ты захотела стать организатором школы стимпедиальных комиссий? С ТИП-ком, потому что это масштабное мероприятие на весь Приволжский федеральный округ. И очень здорово, что именно Уфа, что именно Нефтяной в этом году являются принимающей стороной. Нам за это очень гордостно, очень приятно. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok